так что касается разбора вот уже такого более детального ну тоже вообще ни капли не сложно да если мы будем смотреть значит наши губы являются определенным миксом микс этот не обязательно должен соответствовать тем примером четырем которые здесь нам представлен то что мы понимаем что могут быть варианты например вот здесь представлено да верхняя губа гаминная нижняя драматическая но у нас может быть вариант например верхняя губа гаминная но более растянутая нижняя драматическая но при этом например она может быть короче то есть те четыре варианта которые предложены это не все варианты это как бы крайние точки диапазона ольга пишет кажется как будто будто у него смешанные доминанты, и он очарователен, как гамино, строг, как драматик. Красиво описали, очень даже может быть, я имею в виду по поводу смешанные доминанты, потому что вот такого явного преобладания, по крайней мере, чисто визуально мы не видим. Но это дело уже следующего эфира. Сегодня мы подтвердим типаж, посмотрим его взаимодействие со смешанным фоном. Я сегодня не буду сравнение фонов делать, но уже со смешанным фоном вы увидите, посмотрите и полюбуетесь на нашего красавчика. Итак, что касается глаз, безусловно, за них спасибо Гамину. Бровь более, да, более такая, так сказать, прямая и падающая. Если мы сравниваем с четырьмя вариантами, безусловно, ближе будет вот сюда. Если бы мы с вами собирали фоторобот, мы, конечно, бы нашли наиболее близкий вариант. Так, хорошо. Смешанная форма, так, длинный драматический нос, короткий гаминный. Но в этом плане ближе, конечно, к драматическому носу, потому что смешанная форма, она всё-таки более изящная. Здесь основа драматическая, но чуть более миниатюрная. То есть, как если бы мы применили более деликатную масштабность к драматической форме носа. Поэтому, да, здесь мы по-прежнему будем отталкиваться от драматики. Что касается, значит, наших вариантов по поводу губ. Безусловно, смешанные я бы собрала, например, эти губы из каких-то, знаете, как бы двух, например, двух разных вариантов смешанных. И вот здесь она чуть более, верхняя губа длиннее. То есть, сейчас я вам покажу, на какую больше похож. Но, конечно, буквально здесь повторений не будет. Вот если сравнивать, верхняя губа длиннее, но она при этом более объёмная, более такая волнистая. Как будто бантик гаминный взяли и растянули в длину. Поэтому, например, вот этот вариант нам не очень подходит, потому что здесь хоть и вытянутая, но она всё-таки такая более строгая по форме. Нам бы вот если бы мы взяли гаминный бантик и его немножко в стороны растянули. Нижняя губа более пухлая, более объёмная, но более короткая. Потому что видно, что верхняя губа как бы... И вот эта вот грустная улыбка как раз тоже вот она, когда верхняя губа удлиняется длиннее правой и влево. То есть, вот здесь сам, как бы сама схема чуть больше похожа на вот эту историю. Но при этом сама форма губ отличается, как бы характерно, вот как я вам чуть выше сказала. Поэтому отмечу вот эти два варианта, потому что здесь, конечно, одной картинкой не обойдёшься.